Филя! Это Филина! Мама! Добрый день! Добрый день, дорогие друзья! Салам алейкум азиз лорен! Мы находимся в Подмосковье, в одной из деревенек приехали вот на три дня сюда к Серафиме, моей старшей внучке. У неё сегодня 30... Ну, круглая дата, не буду говорить сколько. Да, день рождения! Серафима, с днём рождением тебя, дорогая наша! Спасибо! Счастья тебе желаем, здоровья, добра, всего самого хорошего! Здравствуйте! Съёмка идёт! Иди, иди, проходи! Андрей, привет! Как у вас дела? Всё хорошо! Вот немного располагаемся, скоро в баню пойдём, а то вы мясо жарите. Ты уже баньку затопил? Начну именно через 15-20. Через 15 минут начнёшь топить баньку, да? Мы ещё пойдём в бассейн. А что будем готовить, шашлычки или что сегодня? Шашлыки сегодня будем делать, сосиски. Ой, как хорошо! Может быть, а завтра шурпа, плов. Шурпа, плов, казанка-боб. Ну, в общем, всё! А, давайте торт поставим. Так, очень красивый торт спекла. Давайте торт поставим. Сейчас, сейчас мы посмотрим. Смотрите, Рано, какой торт спекла. Рано, покажи, пожалуйста. Мастерица какая, видите? Это вот. О, какой красивый. Так, а покажите, что бабушка спекла, мама Люся, что спекла. Вот, вот, неси. Открывайте. Мы Рано похвалили, теперь мама Люсю похвалю. Конечно, я не мама Люся, но я вот эту красоту принесу сюда. Давай. Раскрывай. А ты полностью раскрывай, покажи. Нашим дорогим гостям. Вот, видишь? Какая красота. Мама Люся, как специально пекла. Спасибо. Какая красота. Бля, какой торт. Присаживайтесь, мама Люся. Вот так, сядем сейчас. Нет, я, наверное, туда сяду. Друзья, у нас, у Серафимы здесь все это, потому что большой базар делали. Приедут очень, да, приедут очень много гостей. Но как без узбекских лепешек? Вот смотрите, мы уехали с Узбекистана, а у нас здесь свой Узбекистан. Узбекистан с нами рядом, но... Ну вот эти, покажите. Вот эти красивые лепешки. Друзья. Друзья, пекари. Наши Узбеки. Пожалуйста, даже если вы в России печете, пеките красивее. У вас есть очень такой вот контролер в лице мамы Люся, который любит очень, чтобы все было красиво. Ну что это такое, ребята? Сейчас, секундочку. Ну-ка, покажи, что там. Андрей, клубничку тоже взяли, да? Да. Ой, какая красивая клубника. Ой, какая... И перчик вы взяли. Ой, вот. Вот, все, сейчас это взяли на день рождения. Красота какая у вас. Красивая. А это что у вас? Это как что за винцо? Вот это вино, видимо, да? Это что-то... Это не знаю. Это кинзмараули. О, кинзмараули это хорошая вещь, я вам хочу сказать. А вот то? Большущее. А это шампанское. А, фанагория, которую я люблю, фанагория. Да, да, до 100-й год. Все свежее. Конечно. Серафима, как у тебя настроение? Ой, шикарно. Ты рада, что мы приехали? Конечно, я всех ждала. Ну вот, видите. Мы уже с Андреем чуть не уснули тут, задумывали. Специально не кушали, ждали, пока все приехали. Серафима, у нас как раз была причина, вот частично это же из-за Серафимы мы прилетели с Узбекистана, прервали свою поездку. Потому что Серафима позвонила и говорит, бабушка, ну как вы не приедете? Круглая дата. Да, круглая дата. Поэтому нельзя не приехать к Серафиме. Мы уже бутылочку шампанского открыли, пока ждали. Ну, вы можете, муж и жена, молодая пара. Вам разрешено. Так что вот так. Вот такие же стаканы. Мой дети мне на день рождения. Меня не будет на день рождения. Но вы мне приготовьте. Вот такие стаканы. Хорошо. Стаканы под виски. А, да, это Джек Дэниелс. Это Джек Дэниелс мне дарили, когда я работал директором центра. И этот, мне вот Джек Дэниелс как раз подарили. И там два таких стакана. Очень люблю такие стаканчики. Ну, красивый, да, вообще торт? Я знаю, что ты хочешь уже его. Ну, пока рановато, наверное. Серафим, помоги, пожалуйста. Андрюша. Аккуратно, Андрей. Так, вы нам нашу комнату показывайте. Да, да, да. Ты здесь не будешь спать. Филя. Где ты, мой Филя? Филя. Тебя снимает видео. Ты туда не иди, наверное. Это для тетенек там. Там комната для тетенек. Тут мальчики спят. Там девочки спят. Мам, аккуратно смотри. Там очень скользко. Ой, не упади, Филя. Ой, пошли, пошли. Не дай бог. Ух, вот это гостиные комнаты. Ну, друзья молодые, поэтому... Вот так вот. Ой. Воздух вообще такой шикарнейший. Такой вот свежий. Вот я вообще вот этот район очень люблю. Это Ленинский район, Московская область. Ну, кто знает, горки Ленинские поблизости. Так что вот так вот. Как-то еще не оборудовано ничего. Вот. Вот такие вот у Серафима с Андреем. У них эти надувные. Да, у меня таких нет дома надувных. Надо мне тоже купить. А вы почему купили такие? Тысяча рублей на Озоне стоит. А он с надувным устройством или отдельно надувным? Нет, надувное устройство. Вот этот насос, он стоит 329 рублей тоже на Озоне. Да, ты еще? 329? Да, да. И тысяча рублей матрас. Да. Так я в Узбекистан увезу такой матрас. Да. Я пока еще там это, потому что у меня в комнате, у мамы где мама спит, в этом, в комнате большой, там есть где. А вот в моей спальне я сплю на полу. Ой-ой-ой. Ну, как истинный узбек. Да, я же узбек. А, так он не электрический, да? Нет, ты быстро надувный. А электр сколько стоит, Андрей? Электр на 200 рублей дороже. Ну, я попоялась. Ну, мы смотрели там, думали, что, знаете, электрический, но потом подумали, что можно пойти купаться с ним на... Купаться? А-а-а, можно же еще купаться. Да, просто если надувать там где-нибудь на море или на речке. Ну, да, семья большая, вот все правильно сделали. Слушайте, друзья, все-таки какие вот молодежь сейчас такая практичная. Вот я когда был молодой, правда, я очень много учился и очень много работал, но прям такой практичный прям не был, Андрей, как вы. Вы прям вообще очень умные. Мне очень это понравилось. Ой, ну надувается, да. Не, быстро, молодой. Они будут вот такие же вот. Вот такие же будут, да. Тут еще четыре, получается, спальных места. Ну, вот, видите, как хорошо. Сегодня напаримся в банке, да? Да, Андрей будет всех парить. Андрей, меня до такой степени, знаешь, этот... Веники у вас новые? Там есть два дубовых веника лежат сейчас готовые. Вот мне, знаешь, что, Андрей, зайдешь в меня и вот прям вот веником, вот прям вот, чтобы прям побить хорошо вот так. И особенно по ногам. До такой степени, чтобы я аж прям это его... Хочу напариться. Хорошо. Вот так вот в России такая жизнь, друзья. Узбекистан, конечно, бесподобно, шикарно. Но в России без бани никак нельзя. Вот здесь баня. Если собираются люди, если нет бани, то есть это уже не вечеринка. Шашлык обязательно, плов обязательно, казан-кебаб обязательно. Что еще? Или еще не... Шурпа. Шурпа, да? Да, шурпа. Вот, обязательно у нас всегда так. И банька обязательно, без бани никак нельзя. Андрей, ну как? Нормально. Так, ну-ка давай, дядя, не пляжи. Ой, сейчас, секундочку. Ну-ка. Сейчас я посмотрю. Да, на море вы еще самый класс. Слушайте, я прям как будто бы там какая-то жидкость. Как классно для этого, для... Как он называется? А что у него там? Ключи! Автомобиля! Разыгрываем автомобиль. Ну и как? Хорошо. Да? Хорошо. Шикарно. Мне понравилось это, Серафима. В Узбекистане сейчас так хорошо стало электромобили. Так бы мне бы хотелось бы вот тут китайские электромобили. Чуть-чуть и так прям... Китайские или Теслу? Вообще Теслу я мечтаю. Говорят, в Америке Тесла стоит копейки. Да. Любой бедняк себе может позволить. Да, если я со своей машины пересяду на такую машину, у меня... Нет. Я, наверное, не привыкну, потому что у меня супер класса. Только внедорожник. Да. Только внедорожник. Я уже привык сколько. Все говорят, кто садятся с внедорожника на легковую, не могут ездить нормально. Ориентация уже теряется, то есть ты чувствуешь себя ниже. Ну вот когда мне было... Сейчас вот мне 41, да, а первый раз я сел за руль в 21. Вот в 21 у меня была легковая, легковой автомобиль, а уже в 22 я внедорожник купил. Первый, конечно, у меня был китайский. Китайский. Сейчас я скажу, какой я вспомню. Гритвэл G5. Такой, знаешь, красивый цвет, серебристо-желтого цвета. Потом я на нем поездил, два года продал, купил ховер. И так вот пошло, вот каждые два года. Менял. Добавлял, покупал, добавлял, покупал. Так что вот так вот. Ну что, друзья, пойдемте, не спустимся. Давайте. Давайте. Ну я, если честно, боюсь на скат тут ходить, мне всегда скользко. Я упала уже сегодня утром. Такс. Так, аккуратно, головой не удаляйся. А я знаю. Я это знаю. Ну, чтобы потом дядя не плакал, да? Да, это хорошо. Ладно, пошлите дальше. Так. Ну что, бассейн будем показывать нашим зрителям или попозже? Пойдемте. Показать? Ну давай. Давайте покажем бассейн. У нас идет прямой эфир. Некоторые штатские решили сразу прыгать. Серафима. А тут случайно у тебя есть тепло? Может прыгнуть? А то я прыгаю всегда. Так, давайте. Ну вы, вы средства правда много закинули. Я у себя столько не закидываю. Давай, давай уже. Прыгай, хлюпость. Хлюпая, а? Вот там поглубже, здесь помельче. Там, глубже, там. А я буду этой, знаешь, так вот. Лягушка что ли? Да, давай. Раз, два. Вот там глубже. Вот, вот эта сторона глубокая. Вот глубокая сторона. Все боятся. Все боятся за меня. Слышите, Фили, кричи, да еще я рада. Слышите, Фили, кричи, да еще я рада. Ой. Что, холодная вода? Нет. Горячая? Горячая, горяченькая прям. Да? Угу. Филечка, что делает дядя? Дядя. Купается, да? Давай я заберу. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Отлично. Теплая? Теплая вообще. Сколько градусов примерно? Ну, 22 градуса. 22-23 градуса точно. Это как в мае уже начинается в Турции море? Да. Такого градуса, да? Филиппочка, теплая вода? Теплая? Да и свет там много залили. Да? Да. Как он называется? Ложка. Пошла я тоже переодеваться. Давай. Я тоже. Ну что, друзья, мы отдыхаем. Маша? В воду. Нет. Ты можешь не пахать? Маша, в воду. Нет. Почему? Я хочу. Почему? На море он хочет. На море. На море? Да. Такого бабашка. Поедем в Ташкент и пойдем тогда куда? На Ташкентское море? Да. А бабашка так хочу. Нет, он говорит, хочет рубашку такую морскую. Бабашка так и море. Я куплю тебе рубашку, морскую куплю тебе и куплю тебе. Сколько вот здесь глубина? Ну-ка сюда пройди. Нет, там больше нет. Что? Не то? Не оно? Туча. Туча. Молодец. На. На. Держи. На. Не, не, не. Уберите. Все, я отключаю. Давайте. Отлично. Вон шашлыки готовятся. Ой, шашлычки жарим потихонечку. Овощи готовятся в тазаней с мясом. Угу. Аккулька там. Вот. Сейчас. Вот. Ну вот здесь не видно. Ну ладно. Идем, я тебя обработаю. Она сама принимала роды? Да, я у коров принимаю. Не, у соседки роды. Она сама принимала? Что соседка, что корова отдает. Тебя выписали прямо с больницы и что, прям через 6 дней соседка начала рожать? Так я же когда рожала, рядом рожают, я смотрела. Чего делали они? Ага. Я же посмотрела, а что, 5 дней назад смотрела, на 6-й роды приняла. А, скорая что, она пришла, что ли? Нет. Не успела, да? Не успела. Нет. У этой же соседки потом у коровы роды принимала. Так ты у нее приняла роды и у коровы принимала роды. Вот так вот. Да? Так что, если же у кого есть корова, зовите. Ой, там такие соседи были. Одна девочка соседская меня обманула. Яйца мне... А это твои двоюродные сестры? Это иностранец говорит, да? Ну-ка, давайте торт какой. Ой, какой. Павел такой. Иди принесу. Ой, какой торт. Супку вот так вот вынула. Павел, а там кто-то лежит. А там бумажки. Поможешь? Давай, конечно. Ну-ка. Торт-то какой. Бумажка такая детская. Что, уже этот? А где наша сумка? Где наша сумка? Где зеркало? Там салфеток нигде нет таких, бумажных. Мама, Люся, доброе утро. Доброе утро. Что вы делаете? Серафимой пробуем куриный шашлык. А кто приготовил? Семечу нельзя. Андрей, Серафима. С утра пораньше? Да. Еще же утро. Не знаю. Будем сейчас, как вам готовить. И шашлык? Нет, нет, это не шашлык. Это вот... Ой, все, все, я не буду. Не, мне не надо, косточка. Ай, ты как... Как ты спал? Отлично. Как вы спали? Ничего, хорошо. Ой, вы уставшая, наверное, да? Я? Да. А что я устала? От чего я устану? Я сейчас пойду картошку чистить, лук. А я только встал. Не надо мясо. Не надо мясо. А ты чего встал? Я говорю, я встал. Я встал. Что будем готовить? Казан кабо? Ага. Что-то прям такой дым идет сильный. Смотрим, да? Доброго утра. Что ты готовишь? Ой, вначале хотела кабачки на сковородке с чесноком, с этим самым. Потом увидела казан, решила в казане быстрее сделать. Вот. Сейчас кабачки и баклажаны поджарятся, а потом можно будет с чесноком, с помидорчиком, с зеленью. И как в сказку попадут. Понятно. Сказочки, да? Да, как в сказку попадут. Мы вчера до двух часов ночи в бассейне купались. Не до двух. До двух. Я в три. Ваш в два. Значит, до трех часов мы купались. Мы в четыре пошли. Вот так вот. Все, давай. Мама Люся. Мама Люся идет готовить. Да. Что тут у вас? Давай, блюда. Покажите, сейчас я сейчас в порядке приведу. Мама Люся, вам может булочку? Булочка ваша. Давайте, сейчас я принесу. Так. Давайте. Вам куда поставить, мама? Хоть куда, лишь бы на солнце не было. Вот сюда пойдет, нет? Андрей, возьми с рук. Вот здесь вот. Доброе утро, дорогие друзья. Салам алейкум азиз ларым. Ну вот мы и решили, мы в гостях. Вчера было у моей внучки день рождения. А сегодня мы будем готовить казан кабоб. И вечером будем готовить плов. Казан мой уже нагрелся. Так, покажите. Вот. Так. Рано. Ага. Здесь лук. Лук, да? Да. Сейчас. Выкидываем его. Да, сейчас. Давай, выкидывай его. Вот. Вот так вот. Раз. Кидаем картошку. Нет, еще чуть-чуть. Ты видишь? Да, но ничего. Ничего, он уже готовый. Подемножку будем картошку. Сейчас я помою. Поджаривать, да? Да, сейчас, чтобы она красная была, красивая, красненькая, как вот эта ручка. Хорошо. Сейчас кутирую через картошку пожарим до красноты. Потом мясо. А потом все это дымляганский. Да, это очень хорошая вещь. Вот, целиком. Она будет, как вот эта ручка красная должна быть, картошка. Ну, отлично, прямо. Короче говоря, золотистого цвета. В общем, такой принцип, Лёжа. Картошка вся обжаривается до золотистого цвета. Потом мясо обжаривается. Масло это выбирается в другую воду. Размазывается картошкой и мясом. И все это тушится на медленном огне. Вот оно. Покажи, письмо. Картошку, вот. Все, красиво. Давай сюда. Уже цвет, да, пошел. Да. Уже все, да? Вот такой вот цвет должен быть. Да, да, да. Хватит. Еще мы бросим немножко перчика. А я прям еще потемнее, когда готовлю, делаю. Ага. Пожалуйста. Ассистент работает. Ты всегда мой любимый ассистент. Только чигар, то ассистент. Ну, сегодня ты ассистент. Друзья, для вкуса немножечко морковочки положу. Потому что я люблю так немножко. Я отхожу от рецепта. Не осуждайте меня, пожалуйста. Вот когда мы покупали этот казан и эту печку, мы не думали, что у нас так семья разрастется. И буквально через год Серафима вышла замуж, и у нас появилась большая семья. Вот. И казан у нас маленький. Так что сюда помещается всего полтора килограмма риса. Вот так вот. Зато очень такой он приятненький. Посмотрите, какой маленький казаночек. Да. Он очень приятный. А это уже все готово, да, у вас? О, это готово, да. Это уже все готово. Ну вот, видите, как отличненько. Сегодня немного отойду от рецепта. Ага. Положила морковь, одну. Ага. Положу одну лучинку, и вон те четыре помидорки с перчиком. Будет очень вкусно. Да. Просто не хватает зиры, но у нас есть черный и красный перец. Друзья, смотрите, а это у нас речка. Дело в том, что она, видите, немножечко мутноватая, так как только вот весна наступила. И сейчас вот апрель. Еще на дворе холодно, на улице холодно. Поэтому чуть позже она, конечно, будет посветлее. Идет паводок. Вернее, он проходит этот паводок. Так что вот так вот. Здесь бы хорошенечко бы еще бы убраться, не мешало бы сделать субботник. Ну а так в целом очень хорошо, и воздух шикарнейший. Там вдали есть еще беседочки различные. Можно посидеть. Посадили одомашненные такие елочки, сосны. Ну, в общем, хорошее очень место. Можно погулять, отдохнуть. Ну и, естественно, заниматься своими домашними делами в своем доме. Так, ну что, Рано, уже все пожарили, да? А я ходил на речку. Сейчас только что. Хорошо, да. Птички прям. Все, я паломник вот этот один оставляю. Ну-ка, сколько? Сейчас. Это много. Много? Да, еще чуть-чуть. Бери. Все. Сейчас. Вадь. Это с паломником, да? Угу. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько минут? Сколько минут? Минуты. Это час. Час, да? Да. Это час. Вот с этим огнем уже все. Давай. Мы тебя ждем, Кирыч. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну как? Баньку я принял. А теперь сейчас поплаваем немножечко. Сейчас пойду париться. Венечка. Серый? Какой у нас тут венчик? Глубой. Ну тогда сейчас меня прям хорошенечко попарить. Так что давайте, друзья. Присоединяйтесь к нам. До встречи тогда. К里н стоит. Редактор с кем...